В ноябре 2014 года за незаконное хранение наркотических средств 35-летний гражданин Остробецкий был приговорен к 4 годам лишения свободы условно. А уже в январе следующего года сотрудники Управления наркоконтроля по Курганской области задержали его снова у одного из домов в микрорайоне Заозерном. Мы сотрудники наркоконтроля. Проверили ваше задержание, значит, по факту незаконного хранения наркотических средств. Наркотики употребляем? Да, употребляем. Что именно? Скорость? Скорость. Несколькими минутами ранее он оставил в подъезде так называемую закладку – пакетик с наркотиком, который наркополицейские обнаружили в почтовом ящике. Хуже молодой человек, находится в руках двухторонний скотч, значит, где-то что-то у нас прилипает. А тут у нас наверху что-то есть. Понятые, подходите сюда. Будет очень трудно снять, в самом углу все. Вообще в угол самый заклеен. Оперативниками ОФСКН уже было установлено, что сбытом синтетических наркотиков в Кургане Остробецке занимается вместе с 29-летней Еленой Шабалиной, которая проживала с ним в одной квартире. Она также осуществляла раскладку пакетиков со спейсами в подъездах курганских домов. Кроме того, проверенным клиентам продавала товар из рук в руки, а иногда просто сбрасывала им наркотики из окна квартиры. При обыске в жилище сотрудники управления наркоконтроля обнаружили целый ряд вещественных доказательств незаконной деятельности парочки. При понятых поясни, что здесь остатки чего, какого вещества. Что находилось в этих пакетах? Сфазолин. Что? Сфазолин. Что такое? Антибиотик. Скажите? О, битроэкер. Сфазолин. Сфазолин, да? Он вами для чего использовался? Для антибиотика чего использовался вами? Для веса. Веса чего? Чтобы было больше веса. То есть увеличение веса какого вещества? Скорость. То есть наркотического средства, да, спросите, я понял? Угу. Девять преступных фактов, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, потянули для Остробецкого на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Шабалину отправили за колючую проволоку на 11 лет. Также за сбыт наркотиков через закладки с использованием сети интернет и платежных систем впервые на скамье подсудимых оказались 26-летний Денис Аксенчук и 35-летний Николай Рукабер. Каждому из них было назначено наказание по 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оба этих приговора вступили в законную силу. В минувшем году по уголовным делам, находившимся в производстве Управления наркоконтроля, за наркопреступления были осуждены 384 человека. 207 из них получили реальные сроки. Как показывает анализ приговоров, вступивших в законную силу, более 60 из них получили сроки от 5 до 16 лет. Если говорить о возрастной категории наркопреступников, то это в основном молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет. Также значительную долю составляют лица от 36 до 45 лет. Самый молодой наркопреступник – 19-летний курганец Иван Смирнов. За сбыт синтетики он был приговорен к 10,5 годам строгого режима. А самый большой срок из числа осужденных – 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания также в колонии строгого режима у гражданина Лобаса 1992 года рождения. Вообще, за 2015 год активную помощь наркополицейским в раскрытии различных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, и произрастания наркосодержащих растений оказывали неравнодушные граждане. Так, за минувший год в региональное управление наркоконтроля поступило 535 обращений. С положительной стороны показали себя телефоны доверия. Жители региона позвонили наркополицейским более 390 раз. Если вы стали свидетелем сбыта хранения или употребления наркотических средств, вы можете также позвонить на телефон доверия анонимно. Главное – сообщить конкретную информацию, которая поможет установить факт совершения преступления. Кроме того, лично обратиться к начальнику ОФСКН, либо к его заместителям, можно в дни приема граждан. График размещен на официальном сайте управления. Все звонки бесплатные, режим работы круглосуточный. Александр Мироненко, Александр Менщиков, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.